приветствую вас друзья добро пожаловать вантом это видео сделано на айтен франции то есть это как бы эксклюзив такой для и джен я не понимаю почему они не выложили на основной канал но это неважно потому что мы в этом видео видим именно игру от уровня игроков а нет от уровня разработчиков да мы недавно видели игру со стороны перехватчика и там мы увидели более быстрый геймплей чем мы видели до этого да но опять же там играют разработчики и разработчики обычно играет достаточно медленно тут же такой уровень уже игроков и вы по-новому видите каждые комплекты имеется ввиду каждый дживелин шторм уже не такой унылый что касается колосса он не такой медленный перехватчик еще быстрее чем казался ранее как сказал мой соклан по дистане о том что теперь он не знает каким комплектом будет играть потому что все три комплекта ему понравились напомню что в основном нам всегда показывали именно геймплей со стороны рейнджера да то есть этот дживелин достаточно въелся все-таки уже в память потому что основные видео все были с ним а тут мы видим именно о трех самых таких на мой взгляд интересных дживелины это колосс это шторм это перехватчик но от перехватчика да мы тоже недавно видели но шторм тут по иному играет то есть шторм это у нас поддержка но как и играют в этом видео в плане поддержки то хочется поиграть и за этот комплект хотя я честно скажу что я не поклонник всех этих поддержек я люблю именно постоянно быть на линии фронта скажем так вот а тут именно после просмотра этого видео я уже задумался а может все таки стоит и поиграть и штормом что касается самой миссии то в целом мы ничего такого прям нового не увидели кроме одного но она об этом чуть позднее то есть бегай с одной точки на другую активируй защищай и так далее так далее сразу скажу что это видео обрезанное почему потому что половина времени они летали да то есть на перелеты действительно много времени уходит целом у них на месте ушло там но в районе 15 минут не скажу что это долго но не скажу что это прям быстро так вот есть фишка такая что сначала они играют на поверхности играют 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 потом они переходят в храмовый комплекс вот он перед вами и самое забавное что между этими локациями идет загрузка у нас нету прям вот полноценного то есть что мы вышли из обычной поверхности перешли в храмовой и все это без дозагрузок то есть вот это сразу говорит о том что у нас будут локации раздельные что касается раздельных локаций мне кажется это сделано для оптимизации потому что если бы у нас была бы одна большая карта скорее всего это бы сильно жрало фпс обратите внимание какое количество спецэффектов в игре поэтому я думаю и так с фпс будут проблемы я думаю с оптимизацией уж точно понадобятся сильные компьютеры а если бы как я сказал ранее была бы одна большая карта наверное была бы беда уж полная так что же мы увидели в целом подводя итог мы увидели полноценную миссию дама до этого тоже видели полноценную миссию она была чуть иной тут идет что-то вроде какого-то поручения возможно она эта миссия будет несколько степеней то есть какая-нибудь обычная легендарная может быть какая-то героическая соответственно мобов будет больше здоровья у них будет больше и так далее так далее но в целом мы уже видим что нас ждет то есть мы увидели один тип миссии которые проходили разработчики это было в какой-то пещере теперь мы видим именно от поверхностями переходим в храмовые комплексы и в целом это достаточно интересно также разработчики обещали достаточно скоро показать нам рейд но скорее всего рейд мы уже видели а знаете когда помните на и 3 мы видели миссию где спускается здоровый такой паук босс да и по нему наносится несколько фаз урона после чего он куда-то убегает вот это мне кажется и будет по типу рейда то есть вроде миссия но немного усложненная ну в хорошем смысле усложненная имеется ввиду то что ее там за 15 минут скорее всего не пройдешь потому что ролик там был в районе где-то 10 12 минут они у вас остяли где-то процентов 30 здоровья так что осталось ждать совсем недолго напомню разработчики нам пообещали показать рейд где-то в начале середине января напомню рейдов будет в начале игры по моему то ли два то ли три то есть совсем немного вообще до сих пор немного пугает именно наполненность игры будет ли она наполнена или она будет именно пройдена за две недели а после чего вы будете бегать по открытому миру и ничего не делать вот это самое большое опасение по крайней мере у меня на этом у меня все спасибо что смотрели пальцы вверх ускорит выход роликов на моем канале подписывайтесь на группу на канал всех благ друзья если чтоτη began кто-то что помните что Продолжение следует...